В данный момент мы заняты работой над нашим новым концертным DVD. Также у нас будут летние фестивали и новый материал, конечно же, который будет ориентировочно осенью этого года. Наш новый DVD, над которым мы в данный момент работаем, сидим в студии, работаем над звуком, над картинкой. И режиссером этого DVD выступил Женя Прист и компания Project Felix. Помимо истории группы, этот DVD будет включать в себя еще акустический концерт группы, который мы записали с музыкантами из Питерской консерватории. Также будет включать в себя большой-большой электрический концерт, который прошел 7 и 8 марта этого года в клубе Ford. Очень скоро, совершенно буквально в этом месяце, уже выйдет концертный клип на песню «Крылья». И это будет такая наша самая взрослая видеоработа. Наш новый клип можно будет увидеть на телеканале А1, где мы его торжественно презентуем на нашем сайте Stigmata.ru, ВКонтакте и MySpace. Уже отыграли первый фестиваль «Старс Фактори» в Москве. Нам предстоит отыграть «Старс Фактори» в Питере. Еще мы поедем на большой метал-фестиваль в Эстонию, где будут играть с нами группы Аморфис и Хейт, чему мы очень рады. И будем играть, конечно же, нашествие. И это для нас отличный шанс показать на большой аудитории, что же такое группа Stigmata. 6 июля мы приглашаем всех вас на нашествие. В уходящем сезоне лично мне больше всего запомнился фестиваль «Старс Фактори», который шел буквально на днях. Это было наше первое выступление в, можно сказать, огромном клубе Москвы Б1. Нам очень понравился клуб, аудитория, было много народу, были группы друзья. Концерт вызвал массу позитивных эмоций. Также очень впечатлило акустиком драйв-шоу в Питере. Лично меня очень сильно впечатлил недавний концерт в спортивном комплексе «Юбилейный». Это был концерт Сержа Танкиана, у которого мы выступали как, грубо говоря, группа «Разогрев» спорта. Очень классно было, было очень много народу, свет, звук и, собственно, как бы сам Серж. Он сыграл очень важную роль концерт в сентябре. Это презентация нашего альбома. За собой он повлек большие залы, новую историю, то есть дал нам такой толчок вперед. Мы отыграли более 120 концертов в поддержку последнего альбома. Думаю, то, что следующий альбом даст нам новые концерты, новые площадки, новые города, и все будет намного масштабнее и лучше. Этот тур будет гораздо более масштабный, чем все предыдущие. Он охватит территории России, Эстонии, Латвии, Украины, Белоруссии и, может быть, даже Финляндии. В данный момент у нас накопилось уже огромное количество набросков будущих песен. Сейчас мы закончим работу на DVD. И плотно засядем по домам, все это разгребать, делать новые композиции. Нам самим очень интересно, что получится. Все должно быть еще драйвовее, еще мелодичнее. Естественно, уже со следующего сезона мы начнем знакомить слушателя с нашими новыми песнями. Будем играть их на концертах, пускать их в качестве синглов. Наш сольный концерт мы запланировали на начало сезона концертного, то есть это осенью 2008 года. Где будет проходить этот концерт, пока секрет, но могу сказать уже сейчас, что это будет самый большой концерт группы «Стигмата» вообще в ее истории. И это будет презентация нашего нового DVD-альбома. Летом я планирую работать на студии с молодыми группами, чтобы набраться больше опыта и потом его пробенить в нашем коллективе. В то время, пока я работаю на студии, наш гитарист Дюк нашел себе новое увлечение, и теперь он проводит мастер-класс по игре на гитаре, и сейчас он расскажет вам об этом сам. Дело в том, что мне приходит масса писем с вопросами, связанными с игрой на гитаре. Люди спрашивают, с чего начать, как развиваться дальше, что нужно слушать, что нужно играть. И я подумал, почему бы мне не поделиться с ними накопленным опытом, объяснить, как-то помочь им, показать им направление для их развития. И решил открыть свою школу по игре на гитаре. Уже сейчас у меня набралось естественное количество учеников. Они совершенно разного уровня, слушают совершенно разную музыку. Мне очень интересно с ними заниматься, занимаясь с ними. Я открываю для себя много нового. Я вспоминаю все-все-все, что я когда-либо выучил, знал о гитаре, и, соответственно, помогает повышать мне свой собственный уровень. Я очень рад видеть новых людей. Приходите, будет интересно. Мы бы хотели сказать огромное спасибо всем нашим слушателям, всем нашим поклонникам, которые приходят на наши концерты, поют вместе с нами наши песни, слушают наши альбомы. Сказать им до новых встреч в новом сезоне, с новыми песнями, с новыми синглами, с новыми силами и с новыми эмоциями. Увидимся в новом сезоне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!